В эфире подборка самых заметных происшествий за минувшую неделю. В реке Китой за 34-м микрорайоном утонул 13-летний подросток. По словам родителей, мальчик обманным способом ушел из дома. Утонул в районе Старицы, где был старый висящий мост. Он отпросился у родителей поиграть с другом в компьютер, но на самом деле пошли на реку Китой купаться. И он провалился в яму примерно глубиной 2,5 метра. Мобильные мошенники ищут все новые способы отъема денег у граждан. Вот еще одна схема, которую применили в Ангарске. Им поступает телефонный звонок о том, что они вызываются в прокуратуру. Гражданин представляется прокурором города, к примеру, либо помощником прокурора города. Говорит, что необходимо прибыть для подписания каких-либо документов. Ну и в надежде на определенную лояльность граждан предлагает передать взятку прокурору. Либо просто сделать подарок. Выезжают в направлении прокуратуры. После этого им поступает звонок о том, что не нужно ничего вести. Предлагают просто кое-какие деньги положить на телефонный счет. Как правило, мошенники пользуются иногородними телефонными номерами и быстро исчезают из сети. В настоящее время органы полиции проверяют информацию по данному факту. Преступникам грозит уголовная ответственность и лишение свободы сроком до двух лет. Задержан водитель, который 18 июня сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия. Выяснилось, что он имеет 32 неоплаченных штрафа за различные нарушения правил дорожного движения на общую сумму 95 тысяч рублей. Прохожие, вышедшие из парка строители, мимо проходящие, начали устраиваться. То есть вас начали бить, я так понимаю, да? После того, как вас начали бить? Я покинул место происшествия. После задержания мужчину поместили в изолятор на 15 суток за неуплату штрафов. Еще столько же ему добавили за то, что он скрылся с места аварии. У парка строителей под колеса попал подросток. 17-летний студент решил перебежать дорогу в неположенном месте. В результате данного ДТП молодой человек, 1997 года рождения, доставлен в больницу скорой медицинской помощи с тяжелым диагнозом. У него открыта черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом теменной кости. Данный пешеход вместе со своим товарищем перебегал проезжую часть в неустановленном месте в темное время суток. Водитель слишком поздно заметил, принял меры для торможения, но, к сожалению, избежать наезда не смог. На данный момент по данному факту проводится проверка. По результатам ее будет принято правовое решение. Их разыскивает полиция. Стенд с фотографиями иммигрантов, которые находятся в городе и стране незаконно, появился в ангарском отделе УФМС. Ведется розыск семи иностранных граждан. Вытворение предусмотрено двух видов. В виде самостоятельного контролируемого выезда и с помещением в спецприемник. Граждане, в отношении которых принято решение о самостоятельном контролируемом выезде, обязаны выехать за пределы согласно билетам, которые они предоставляют в суд. Сведения о гражданах, фотографии которых вы видите на экране, можно предоставить по телефону 53-23-23 или 67-05-14. Все больше ингарчан оказывают помощь сотрудникам правоохранительных органов в раскрытии преступлений. Так доброволец заметил двух злоумышленников у санатория «Родник». В состоянии алкогольного опьянения они совершили хищение имущества из автомобиля. Гуляли с семьей, проходили по этой дороге, увидели ситуацию, что стоит машина, возле нее парень пытается разбить окно, разбил, потом пытался убрать пленку. В итоге взял сумку, которую вытащил через стекло и скрылся на своей машине. Так понимаю, там был еще сообщик один. Очевидец преступления успел снять подозреваемых на камеру своего мобильного телефона. В дальнейшем, благодаря предоставленной записи, сотрудники полиции определили марку машины. Уже через некоторое время виновников задержали. Будьте внимательны и осторожны все выпуски программы «Место происшествия Ангарск» на сайте телеканала «Актиз» в эфире каждый понедельник после новостей. Субтитры создавал DimaTorzok